Объект культуры терпит бедствия. Все дело в том, что дом культуры, который находится на окраине Караганды, не видел ремонта много лет. Как утверждают местные жители, власти о городской достопримечательности совсем забыли. А ведь когда-то он служил единственным культурным центром в районе. Кто несет ответственность за функционирование развлекательного центра, разбирался наш журналист. Вся моя молодость, вся моя жизнь практически прошла на Федоровке. И соответственно в этом клубе был большой красивый клуб с лестницами, с колоннами, с зеркалами. От когда-то красивого здания, построенного еще японскими военнопленными, сегодня остались только развалины. В европейских странах такие дома расцениваются как исторически важные памятники. Их реставрируют и гордятся ими как национальными достопримечательностями. А вот жителям поселка Федоровка гордиться нечем. Дворец культуры, который собирал здесь молодежь со всего района, сегодня пробуждает только ностальгические грустные чувства. К примеру, Галина Афанасьева 30 лет назад впервые встретилась со своим мужем именно здесь, на дискотеке. В былые времена женщина вспоминает с улыбкой, однако хорошие воспоминания быстро сменяются. Больно, конечно, смотреть на нашу ДК, вот это бывшее. Сам по себе он, наверное, как бы представляет исторический момент, что ли, грандиозный, среди вот этих маленьких домиков возвышался. Но для нас это был праздник, потому что там всегда были деревья, там лавочки были, там мы встречались. Если взрослые вздыхают и сожалеют о потерянной возможности вернуть прошлые годы, то молодое поколение не собирает смириться с отсутствием элементарных культурно-развлекательных учреждений. Если раньше поколение наших родителей был ДК, куда ходили и были различные кружки, проводили, был кинотеатр, то сейчас такого нету. И мы собираемся на улицы, и это влияет плохо на нашу молодежь. Появляются шпана, появляются какие-то уличные драки. У нас нету места, где бы мы могли собраться. С чем согласились представители управления культуры? Безусловно, нужен очаг культуры, чтобы школьники те же, ну и не только школьники. Безусловно, работа с молодежью это самое главное. Ну и жители, проживающие рядом, могли бы найти как очаг приведения досуга с приводом, ну и приведения различных мероприятий с тем, чтобы восстановить все кружки самодеятельности. На вопрос о том, в чьих же руках находится судьба Дворца культуры в Федоровке, представитель управления ответил следующим образом. Ну и оказалось, что вот это здание находится в залоге в банке. В залоге именно. Поэтому, безусловно, государство что может сделать? То есть в лице даже они обращались, разные инстанции, в том числе и к нам в Управлении культуры. Видеосюжет был направлен нам, чтобы мы дали ответ. И мы дали ответ о том, что это принадлежит частному лицу. И поэтому мы тут не можем ничего не сделать, потому что он пока сам не решит, что делать с ней. Но похоже, вопрос занятости сегодняшних школьников и их духовное, культурное воспитание не является столь важным для нынешнего хозяина собственности. Таким образом, о воспитании культурной здоровой молодежи говорить не приходится. Об уважении к памяти людей, о том, что для них важно, можно просто умолчать и забыть. Дворец культуры имеет особое важное памятное значение для жителей Федоровки. Вот, например, здесь когда-то располагалась сцена, где ни один артист поселка мог продемонстрировать свое творчество. А сейчас мы видим, что единственным украшением здания остались обшарпанные стены, выпитые стекла и обвалившийся потолок. Айда Ибраева, Боржан Алипов, Евгений Афанасьев, Первый, Караганинский.